Киностудия художественных фильмов Кореи Киностудия художественных фильмов Кореи Говорят, что даже для нас, мастеров искусства Даоса, он невидим Не верю, этого не может быть Он на крыше Кто ты такой? Я парень со свирелью, мое имя Хонгильдон В создании фильма принимали участие Автор сценария Ким Сэрюн Режиссер-постановщик Ким Гиль Ин Оператор Джен Хон Сок Художники Чве Дойль, Хан Ген Тхек Композиторы Джен Чан Гиль, Хван Чинг Ген Роли исполняют Конгильдон Ви Йен Хо, Ген Хва Пак Чун Хи Чве Сун Бог, Чусок Бон, Хван Йен Хи, Ким Юн Хон и другие Музыка 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 КОНЕЦ Я так ждала вас, господин. Извини меня. Все мужчины заводят в доме наложницы. Но вы, будучи начальником приказа, могли бы выбрать девушку из знатного рода. А вы приблизили к себе нищую служанку. Какой позор для всех нас. Ой! Молодец. Иди сюда, шагай. Вот так, сыночек мой. Камни пактуса на мечом разрублю. Водой туманга на коня напою. Двадцать лет, если мир не покорить, значит жизнь напрасно прожить. Скажите, дети, смогли бы вы отрезать свою косу и сплести обувь для отца, чтобы доказать ему свою преданность, Инхён? Да. А ты? Извините, я не могу этого сделать. Что? Поясни, Гильдон, почему? В книге сказано, тело дано тебе родителями, и ни один волос не должен быть тронут. Это и есть почитание. О-о-о! Мудрое изречение! Тело дано родителями, и ни один волос не должен быть тронут. Ха-ха-ха-ха! Когда ты успел это выучить, а? Гильдон уже в четыре года усвоил большую науку о середине. О-о-о! Неужели? Достал! Выше можешь! Вот так? Еще чуть-чуть! Ну, быстрей же! Сейчас, потерпи, брат! Достал! Ох! Только не ешь без меня! Здесь их так много! Госпожа, что я говорила? А-а-а! Мерзкий щенок, убирайся! Ой, Гильдон! Сын наложницы называет господина братом. Как ты смелился называть его братом? Разве нельзя называть брата братом? Потом их древнего рода должен разбираться в сословиях. Что ты смотришь? Иди переодень его. Слушаюсь, госпожа. Садитесь ко мне на спину, вот так. Уйдем скорее отсюда. Если еще раз назовешь молодого господина братом, а старшего господина отцом, пеняй на себя. Понял? А разве это плохо? Огрызается звереныш! Прошу вас, простите его. Еще и защищает. Что из него получится, если мать всего-навсего служанка? Госпожа, извините нас. Хм... Пожалуйста, объясни мне, что ты вечно из-за меня унижаешься? Не все можно говорить. Но как же так? Бьют за то, что брата назвал братом. За то, что отца назвал отцом. Не пойму. В чем моя вина? Не смей, никогда так больше не говори. Не мучь меня, сынок. Ой, прости, Гильдон. Прости. Что еще? Продолжайте. Слушаюсь. В провинции Пхеньян народ не может заниматься земледелием из-за банды разбойников, которые давно там орудует. Кроме того, народ замучен непосильной трудовой повинностью местного правителя. Действительно так? Да. Ваше величество, в начальных приказах он бросает тень на вашу бесконечную доброту. Он смеет оскорблять ваш слух гнусной ложью в то время, когда жители той провинции, благодаря постоянной заботе вашего величества, ведут спокойную жизнь и восхваляют вас. Как можно простить такое? Советник, правду нужно докладывать. Правду. Это я должен сказать. Хватит. Вы, которых я считаю своими руками, почему грызетесь, как кошка с собакой? Не может быть двух правд. Бесконечно. Как бы то ни было, но разбойников в провинции Пхеньян необходимо усмирить. Как предлагает советник Лим, туда поедет начальник приказа Хон. Мам, как? Я поеду? Вам ехать. Интриги советника Лима. Когда я в Сеуле, ему трудно своевольничать. Как мы туда поедем? Но ведь там разбойники. Мама, ну пожалуйста, мы обязательно должны ехать с отцом. Сынок, я бы хотела поехать, но боюсь оставлять дом. Все равно через три года поедем обратно, но зачем сюда-туда мотаться? Я слышала, вы скоро уезжаете из Сеула. Но что за причина, господин? Так уж получилось. Я нанял для вас домик в отдалении. Переселяйтесь туда, ты довольна? Да. Ты понимаешь, что вам без меня здесь не ужиться. Вы правы, но там в провинции, куда вы едете, вдали от дома, кто же за вами будет ухаживать? Позвольте, я тоже поеду с вами. Спасибо, Чун Сом. Вот жена отказалась ехать со мной, испугалась разбойников. А ты решилась. Ха, все как договаривались. Госпожа. Он взял деньги. Простите, госпожа, сейчас начнется горная дорога, будьте осторожны. Спасибо. Идемте. Как прикажете, госпожа. Они идут. Там, на дороге, уже близко. Так. Гильдон. Мама. Сыночек мой. Не бойся. Берите все, вещи на сле. Ха-ха-ха. Вещи мы тоже возьмем. Но сначала вашей жизни. Твою и твоего выродка. Нет. 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 Не спеши. Такую бабенку грех убивать. Ты что? Договор-то был совсем другой. Зачем отказываться от того, что само идет в руки? Сыночек мой. А? О чем вы говорите? Какой договор? Это тебя не касается. Иди ко мне. Что вам надо от моей мамы? Гильдон. 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 Иди сюда. Пусти. Убей, щенок. Не понимаю, откуда столько жестокости. Такой недостойной вещью. Убивать человека. Как это? Кто ты? Что тебе надо? Я выживший из ума старик. Разве вы не поняли? Ну, это сразу видно. А теперь исчезни. Конечно, я сейчас уйду. Только со своей дочерью. Как же так? И со своим внуком. И хорошо вышло. Дедушка задержался. А вы тут в беду попали. Ну, все позади. Пойдемте домой. Вы и так тут задержались. Что стоите? Они уходят взять их. Стой, стой! Идите вперед. Где же лучники? Что вы ждете? Убейте его! Страшно. Мама, я схожу туда. Что ты? Не надо! Гильдон, Гильдон! Брат! Тело мое совсем не служится. Не могу рукой двинуть. Я... я... тоже. Вот и постойте так. Подумайте. Не может такого быть. Не верю. Это уж ваше дело, верить или не верить. А я пошел. Спаси меня. Я так больше не могу. Дедушка. Ну что? Дедушка, благодарим вас. Дедушка, что это они там делают? А ты как думаешь? А они что, умерли? Нет, внучек. Это не так. На время застыли. Ничего страшного. Скоро они должны очнуться. Ну ладно. Иди с мамой. Добрый вам путь. Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Гильдон, нам пора в дорогу. Попрощайся. Куда ты? Сынок. Смотри. Они как из камня. Пошли. Пошли отсюда. Пошли, Гильдон. Извините. Пожалуйста. Научите меня этому. Что ты говоришь? Что ты еще выдумал? И так мы дедушку оторвали от дел. Мама, нас все кругом обижают. До каких пор терпеть унижение? Я тоже хочу быть сильным. Ну, пожалуйста. Дедушка, научите меня всему. Я, 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 я. Все правильно. Только руку повыше. Ногу чуть согни. Так, продолжай. Я. 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 Ой. Устал. Тяжело, дедушка. Как ты сказал. Дедушка. Учитель, ноги не держит. А-а-а. А ну, вставай. Продолжай. Я. 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 Не интересно. Все одно и то же. Ах, не интересно. Оно не двигается совсем. Ну, что ж, попробуем с тем, что двигается. Вот как раз то, что ты хотел. А ну-ка. Я. 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 Эй, Гильдон, двумя руками бей! Хорошо, учитель! Я! 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 Ты спишь. Эй, Гильдон, вот ты где! Ну и дела. Так умаялся, что даже описался. Ой, свирель! Это мне? Да. Мальчик мой, послушай, что я скажу. Чтобы обладать искусством Даоса, надо научиться чувствовать звук. С этого дня ты будешь учиться играть на свирели. Я буду стараться, учитель. А что я должен делать? Попробуй перепрыгнуть. Ага. И-е-е-е! И-е-е-е! Это очень просто, учитель. Да. В таком случае приезжает к ногам. Вот сюда. Что это? И-е-е-е! Железные чулки. Учитель, ноги такие тяжелые. Ничего, прыгай. И-е-е! И-е-е! Что с тобой? Только что перепрыгивал, а? И-е-е-е! И-е-е! И-е-е! Эх, так не пойдет. С завтрашнего дня начнешь заниматься с восходом солнца. И-е-е-е! 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 И-е-е! Ну как, учитель? Хорошо. Можешь снять их. Да? Вы разрешаете? Ха-ха-ха! Учитель? Эй, старик, неси еще. Давай, шевелись. Ты что, оглох? Сейчас, я уже бегу. Угощайся, я быстро только отнесу. Иду, иду. Извините, что так долго заставил вас ждать. Я вижу, вы провернули. Хорошие дельцы, так много водки заказываете. Заткнись, это не твоего ума дело. Да-да, да-да. Хозяин, вон тот парень. Кто он? Э, что? А, вы про того? Живет с дедом вон в том лесу, в горах. Приносит иногда кабаргу, а бывает и кабана. Извини, заставил тебя ждать. На, передай это дедушке. Спасибо. И это тоже возьми. Спасибо, дедушка. Иди, иди. Эй, ну-ка, постой. Ты, подойди сюда. Э, что-то не похоже, что ты очень сильный. Тоже мне богатырь. Наверно, украл где-нибудь того медведя. Ну-ка. Все сказали. Тогда я пошел. Ну-ка. Решили меня убить, но за что? Да нет, испытать только хотели. Чуть не убили. Интересно, никогда не слышал, чтобы так испытывали. Ладно, слезай. Мне и здесь хорошо. Ты не хочешь стать богачом? Богачом? А что для этого нужно? Слушай, может быть, ты к нам пойдешь? Ты парень, что надо. Будешь богато жить. А? Эй, ты что взбесился? Не хочу быть как вы, вором. Мы? Воры? Да, кто тебе это сказал? Откуда ж шрам на твоей руке? А, так это тот щенок. Наконец-то вспомнили. Ах, вот как. Тогда тебе не жить! Ах! Ах, давайте. Ах! Ах! Играет музыка. Моржак! Моржак, что с тобой? Где? Твой брат, он убил его! Ты заплатишь своей жизнью! Все, уходим! Еще встретимся. Пошли, уходим! А! Гильдон, как ты? Все в порядке? Этот мешок они с собой принесли. Что там? Действительно, что там? Развеши. Наверное, что-то ценное. Видно, девочка из богатой семьи. Наконец-то пришла в себя. Матушка! Слава богу, дождались. Попей, попей, доченька. Пей, пей. Это тебе поможет. Спасибо. Не стоит. А теперь скажи, кто ты. Мой отец советник Лим из Сеула. Меня зовут Ян Хва. Постойте. Его отец, начальник приказа Хон? КОНЕЦ 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 Хватит. Теперь моя очередь. Что с тобой, Гильдон, сегодня? Ничего, а что, учитель? А вот и я. Хорошо. Осторожней. Вы обожглись? Ничего страшного. Только вот суп пролила. Что с тобой? Уж не влюбился ли ты в эту девчонку? Я? Как можно. Что вы, учитель? Убирайся с глаз моих. За что? Иди к своей девчонке. Ты сделал выбор. Иди, пой ей о любви. Учитель. Поставил себе цель изучить искусство дауса, увидел смазливую девчонку и тут же голову потерял. Сгинь с глаз моих. Простите. Учитель. Простите. Сможешь освободиться от всего лишнего и сосредоточиться на одном. Да, я смогу. Я клянусь вам. Ну что ж, хорошо. Тогда докажи это на деле. Я понял вас, учитель. Куда мы идем? Ой, смотрите, кабарга. Совсем забыл старика. И девушка с тобой, какая красавица. Дядюшка. Помогите этой благородной девушке добраться в Сеул, к родителям. Не оставляйте меня. Господин, возьмите меня с собой. Прошу вас, возьмите. Пошел. Не оставляйте меня. Господин. Госпожа, госпожа, молодая госпожа вернулась. Что? Не может быть. Ой, радость такая. Госпожа, госпожа, скорей. Она нашлась. Какое счастье. Мама. Янхва. Янхва вернулась. Доченька моя. Дайте-ка я на нее. Родная моя, живая. Где ты, солнышко, была? Я так за тебя волновалась. Вот и отец тоже. Здравствуйте. Нашего гильдона? Сосватать с вашей дочерью? Вы серьезно? Конечно. Мне сказали, что он спас жизнь моей дочери. Примите предложение. Удивительные дела творятся. Мы уже думали, что его в живых нет. На все воле небес. Чего только не случается. Пришло время забыть все наши обиды. Да, конечно. Инхен! Иду, отец. Инхен? Да, отец. Ты слышал, гильдон с матерью живы? Что? Гильдон жив? Угу. Столько лет прошло. Неужели правда? Да, да. Значит, я увижу их. Гильдон. Да? Возьми этот меч. Он принадлежал еще моему деду. Мне больше нечему тебя учить. Так что можешь возвращаться к людям. Что вы говорите? Как это нечему больше учить? А искусство Даоса? Искусство Даоса, говоришь? В лесу, когда вы за нас заступились, вы несколькими движениями заставили разбойников замереть на месте. Я до сих пор не знаю, как вы это проделали. Это не сложно. На теле есть много уязвимых точек. Я тебе их покажу. Искусство Даоса, это не что иное, как сила, воля и дух человека, слитые воедино. И это я сумел передать тебе. Но запомни. Своё умение, Гильдон, ты должен применять только при защите страны от нашествия иноземцев или для спасения людей от несправедливости и унижения. Но никогда не надо использовать его для других целей. Я обещаю, учитель. Прощайте, учитель. Будьте здоровы. Прощай, сынок. Прощай, Гильдон. Мама, мы не пойдём в город? Мне бы очень хотелось увидеть отца. Как мы там появимся? А нас, наверное, уже забыли. Ты думаешь? Может, это и к лучшему? Ведь нас так унижали. Теперь это всё в прошлом. Я уже взрослый и сумею защитить вас. Не беспокойтесь. Взрослый. Мама? Да, сынок. Может, зайдём попрощаемся с дядюшкой? Конечно, сынок. Здравствуйте. Какая радость. Как хорошо, что вы пришли. Идёмте. Здесь вас уже давно дожидаются. Поднимайтесь. Нас дожидаются? Они пришли. Госпожа Чунцон. Дайте, погляжу на вас. Дядюшка. Вот они. Здравствуйте. Здравствуйте. О, хвала небесам. А мы уже думали, что вас нет в живых? Гильдон, как ты вырос. Иди, тебя ждёт молодой господин. Господин, узнаёте? Я думал, не доведётся увидеться. Ой. Счастье, счастье какое. Ну, что вы. Не плачьте. Теперь всё будет хорошо. Гильдон. 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 Брат. Госпожа, у нас беда. Большая беда, госпожа. Что случилось? Гильдон с матерью. Гильдон с матерью нашлись. Они живы. Что? Вот как? Только этого не хватало. Это не ошибка. Ты правда Гильдон? Вы живые вернулись. Пожалуйста, садитесь. Располагайтесь поудобнее. Сынок. Бедные мои, натерпелись, наверное. Вот что я тебе скажу. Моя дочь и сын начальника приказа Хона помолвлены. Мне бы хотелось, чтобы ты поторопилась со свадьбой. Но люди говорят, что молодой господин Гильдон сын бедной наложницы. Как же он может жениться на вашей дочери? Это что? Он такого низкого происхождения. А нет. Это действительно так? Чистая правда, господин. Позор нашему роду. Я слышала. Ваш отец только что вызвал к себе сваху. Зачем? Ой. Вызвал сваху? Вы не догадываетесь. Я так рада за вас. Спасибо, Личо. Папа. Послушай, Йонхва. Нам придется расторгнуть помолвку с семьей Хон. Как? Что поделаешь? Смирись. Выяснилось, что у Гильдона мать всего лишь бедная наложница. Ну и что, мама? Ну и что? Госпожа, что с вами? Госпожа. Доченька, тебе нужен другой жених. Человек-то в его круга. Ну? Ты Гильдона забудешь. А что, если посвататься к сыну семьи Пак? О нем уже давно шел разговор. Ну и что? Мне все равно. Пусть он будет низкого сословия. Гильдон спас меня. Вы же знаете это. Ну и что? Я прошу, разрешите мне стать его женой. Что такое? Выкинь это из головы. Женой простолюдина. Ну что за несмышленая девчонка? За другого не пойду никогда. Я лучше умру. Ты что это себе позволяешь? Забыла, с кем разговариваешь? Замолчи. Папа, этот обычай не мы придумали. Спасителя полагается любить. Горбун он или нищий. Простолюдин хуже горбатого дворянина. Учти это. Госпожа. Доченька. Доченька. Даже советник Лим склонил передо мной голову. Господин, можно мне войти? В чем дело? Госпожа приглашает вас во внутренний покой. Хорошо, я приду. Госпожа просит поторопиться. Довольно. Я же сказал, что приду. Так и передай госпоже. Слушаюсь. Совсем не бережете свое здоровье? Засиживайтесь допоздна. Ерунда, я уже выздоровел. Очень приятно вечер провел. Уже поздно. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Иди спать, сынок. Как тебе не стыдно? Допоздна задерживаешь господина. Это так выражаешь свое почтение? Ой, извините. Надумала к нам вернуться, чтобы укоротить жизнь господина. Что вы такое говорите? Ой, она еще грубит. Ты долго жила в горах. Но чтобы до такой степени испортиться, на весь дом слышен ваш смех. Как будто кроме вас здесь никто не живет. Еще раз будете так смеяться, не жить тебе больше здесь. Простите нас. Не надо было нам возвращаться. Мама, нет сил больше. Здесь нас опять унижают. Мы не должны это сносить. Ты молодец. Хорошо покатались, правда? Много езжу верхом. С тех пор, как служу в приказе. Но когда, когда скачу с тобой, кажется, будто лечу на крыльях. Ну, ты ха-ха-ха. Эй, эй, Гильдон, что случилось? Почему ты такой грустный? Да нет. Что со мной может случиться? Отец, мы вернулись. На, прочти это. Да, отец. Советник Лима отказал в браке. Отказал? Как? Что скажешь? Его дочь хочет даже покончить с собой. Да, это плохие новости, отец. Если в их семье случится беда, то и тебе не сдобровать. Размечтался породниться с такой семьей. Ты держи язык. О, несчастье! Недалек тот день, когда придет конец роду Хонов. Ой-ой-ой-ой! Ой! Это ты, Гильдон? Да, это я, отец. Ага. Вышел полюбоваться Луной? Смею ли я недостойный любоваться Луной? Мне грустно слышать такие слова от сына. Да, я ваш сын. Но почему я не могу отца называть отцом, а своего брата братом? Почему с любимой девушкой не могу быть вместе? О какой справедливости может идти речь, если меня за человека не считают? Зачем я вообще появился на свет? За чьи грехи я расплачиваюсь? А если из-за меня? Представьте, девушка вдруг наложит на себя руки. Как тогда? Как после этого я смогу жить? Лучше бы моя мать родила меня от такого же слуги, как и она. Я прожил бы всю жизнь рабом. Чем так? Замолчи! Извините. Госпожа, ну что получилось? Никто не видел. Все спят давно. А вдруг и сегодня не получится? Не беспокойтесь, госпожа. На этот раз даже залог не взял. Говорит, что хочет за брата отомстить. Ладно, оставь себе. Спасибо. Мама! Как можно? Что случилось? Я все слышал. Почему вы так жестоки? О чем ты, Инхен? Постой! Куда ты? Гильдон, берегись! Опять ты? Гильдон, ты не ранен? Нет, брат. В тот день, когда ты убил брата, я поклялся, что отомщу. Разве я первый, когда напал на вас? Вы слышали шум? В доме кто-то прячется. Лучше отпусти меня, а то тебе издобровать. Что? Гильдон, отпусти его. Что? Отпустить? Так будет лучше. Я прошу тебя, брат. Какой бы ни был дьявол, а мать есть мать. Что это значит? Это все козни моей матери. Убирайся прочь. Еще раз попадешься, в живых не оставлю. Господин, что-то случилось? Ничего не случилось. Простите. Идите спать. Слушаюсь, господин. А что мне еще оставалось? Ты должен понять. Гильдон, прости, если сможешь. Инхион. Не давай в обиду мою мать. Что? Я не могу здесь оставаться. Если ты так решил, за мать не беспокойся. Инхион. Брат. Гильдон. Гильдон. Мой господин. Гильдон. Я отправляюсь сегодня в далекий путь. Люди говорят, что вы хотели покончить с собой. Прошу вас, берегите себя. Я добьюсь своего и вернусь. Дождитесь меня. Мы будем вместе. Гильдон. 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 Мамочка, мама, вставай, мамочка. Что случилось? Нашу маму палками избили. Как вы? Они к нам пришли и забрали все, что у нас было. Чем же я теперь детей кормить буду? Что? Среди белого дня грабят. Это изверги какие-то, они люди. Вон, смотрите, и в том доме уже побывали. Отдайте! Отдайте, как вы можете последнее забирать! Эй, вы! Отдайте! Тебе чего? Это правда, что в этом селе есть воры? Есть! Что? Где ты их видел? А вот они передо мной, в солдатской форме. Они все у нас забрали! Все! Вот я сейчас живусь! Вы хуже воров! Вот я сейчас его заберу, щенок! Ну давай! У тебя же вторая рука, свободно! Ты что, ж ума сошел? Я не хотел! Вот я тебе! Убирайтесь! Мы встретимся! Встретимся! Запомни это! Я помогу вам! Идите домой и ничего не бойтесь! Пошли, пошли скорее! Ох, молодой человек! Куда путь держите? А вам что? Я все видел, ловкого это! Так разделались с солдатами наместника. Они еле ноги унесли. Только зря все это. Они вернутся и отомстят. Что же это такое? Неужели в управе ничего не знают? Ох, как же вы наивны! В управе хорошего человека не найти. Увидите, завтра опять пришлют солдат. Поверьте мне, камня на камне от деревни не оставят. Он так и не сказал нам ни слова. Он потерял сознание. Упрямец. Вы правы. Господин правитель, мы взяли его жену и ребенка. А вот это очень кстати. Быстро приведи их сюда. Слушаюсь, господин. Скотина! Мерзкая рожа! Ты долго будешь молчать? Посмотрите туда! Можете начинать. Начинайте! Что вы делаете? Видишь, какая притка! Бери ребенка! Еще цепляется! Нет! Не надо! Не трогайте их! Джесс Кулак, скажи им все, что ты знаешь. Они убьют ребенка. Мальчик, он цик скрывается в ущелье. Пожалейте моего ребенка. Вы же сказали, что не тронете ребенка. Не надо! Не стреляйте! Сынок! Кто ты такой? Ты что, глухонемой? Схватить его и за решетку! Сынок! Готовь! Сынок! Аааа! Уходите! Аааа! Уходите! Аааа! 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 Входите! Почему так тихо? Вот это да! Нельзя медлить! Выносите наш рис! Поторопитесь! Аааа! Это за наши муки! Мир несправедлив, ты сам убедишься. Люди покидают свои дома из-за жестокости местных правителей. Представляешь, до чего их довели? Неужели это так? Аааа! Аааа! Миссия Поторопись Эй! Миссия 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 Он правду сказал. Люди бегут отсюда. О, что там за музыка? А ты откуда взялся? Что он делает? Ты что? Как ты смелый? Войти сюда! Нет! Сидите здесь, обжирайтесь. Крестьяне умирают от голода. Совращайте невинных девушек. Обижайте беззащитных. Думаете, не постигнет вас кара? Пощадите, пощадите, я буду честно жить. Хорошо. Но смотри, если не раздашь крестьянам весь рис, не сносить тебе головы. И не вздумай обманывать. Молись, чтобы кто-нибудь не пожаловался на тебя. Понял? Да ясно. Ясно. Такой жадный этот богач. Что это он раздобрел? Странно. Чудно все это. Не верится прямо. Хватит болтать. Получайте рис. Спасибо, господин. Благодарите парня со свирелью. А? Да. Парня со свирелью. И есть же люди, которые из-за бедных. Я говорил тебе. А, точно. А ну, стойте! Разбойники! Пасайтесь! Положите вещи на землю и проваливайте отсюда. Только пятки шверкали. Дегать не умеешь. Как они испугали, а все вещи забыли. Вожак, что делать с вещами, которые они побросали? Поделите. Вожак. Смотрите. Ты кто такой? Вы грабите бедных людей. Парень со свирелью накажет вас. Парень со свирелью. Взять. Играет музыка Не бросил свое ремесло? Тебе что за дело? Я же тебя предупреждал. Если встречу, убью. Хон Кильтон? Так это ты? Тот парень со свирелью, о котором все говорят. В тот день, когда ты хотел убить меня, я ушел из дома. И вскоре я понял, как грязно устроен мир. Я достоин смерти. Когда ты убил брата, я сам стал божаком. И мы грабили и убивали людей. Я знаю, вы родились в знатной семье. Но ваша мать бедная наложница. Вас хотели убить. Жена отца ненавидит вас. Но вы простили ее, да? Вы справедливы. А кто я? Жалкий разбойник. Подметки вам не кажусь. Надоело так жить. Где убит? Прежний, тогда я начну новую жизнь, господин. Доченька, чем он тебе не пара? Из хорошей семьи. Странно, почему тебе не нравится сын Пак Джихака? У них очень древний род, сколько поместья, земель. И сам он хорош с собой, да, сдал экзамены на государственную должность. Не упрямься, Янхва. Ты будешь с ним счастлива. Ну, хватит ты уговаривать. Если не выйдешь за него, ты мне не дочь. Ой, не знаю, что с тобой делать. Слышали? Госпожа, говорят, что появился богатырь, который карает всех грешных. Он не позволяет обижать бедных людей и никого не боится. Он такой молодой. Говорят, очень красивый. А когда появляется, играет на свирели. Что? Вы свирели? Да, это он. Младшая мама. Зачем вы? Не надо вам этим заниматься. Такая работа совсем не для вас. Ну что вы, я привыкла. Служанка! Служанка! Куда она запропастилась? Что ты так шумишь? Мама, куда это годится? Почему она выполняет эту работу? Разве нет служанок? Простите, вы меня звали, господин? Да. Иди, замени ее. Чего ты ждешь? Нет, постой. Сходи, приведи свию у моей покоя. Слушаюсь, госпожа. Меня она совсем не слушается. Что ты тут копаешься? Надо почистить посуду и выгладить белье. Надоело мне с тобой возиться. За что мне такое наказание? Простите. Простите. Бедная моя мама. Как подумай о ней, сердце разрывается. Господин, у меня для вас неприятная новость. В наших краях появились неизвестные люди. Народе их называют черные дьяволы. Что? Они грабят, убивают, насилуют. Увозят куда-то наших девушек. Люди удивляются, почему это допускает парень со свирелью. Черные дьяволы в наших краях. Хэгде, спасибо. Я рад, что ты поверил мне. Это очень важно извести. Ну что вы. Я как будто заново родился. Прошу вас, возьмите меня с собой. А! А! Субтитры создавал DimaTorzok А! 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 Поехали! КОНЕЦ 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 Ну, я ему сказал. Что с ними? Э, вставай! Ну, вставай же! Что с тобой? Удали! Украли! 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 Советник Лим? Слушай, ваше лицо. Советник он! Я здесь. Куда вы смотрите? Как вы могли допустить? Разбойник уже раскуливает по дворцу. Виноват, ваше лицо. Позволить украть золотой сундук, который передавался из поколения в поколение. Святую реликвию нашей династии! Моему терпению пришел конец! Я приказываю, пока не выловите всех разбойников и не вернете золотой сундук, не смейте даже показываться мне на глаза. Слушай, ваше лицо. Я уверен, это все черные дьяволы. Они взбудоражили всю страну. Да, так. Я много слышала об их коварстве и жестокости. Дела плохи. Пока не найду сундук, король запретил даже показываться во дворце. Отец. Я обязательно найду их. Клянусь. Ты? Да. Что еще за корпус черных теней? Они вынесли все из дома. Ничего не оставили. Что? Пропала юноховая служанка. Я опускала весь дом. О, горе мне, какое несчастье. Разбойники! Значит, и дочери я лишился. Они пожалеют. Ну что, вы нашли их в лагерь? Не удалось. Мы высадили их. Но в последний момент они исчезли. Как? Что ты говоришь? Как они могли исчезнуть? А? Все сразу? Разве такое возможно? Сам не знаю. Но я видел это своими глазами. Выходит, они владеют искусством Даоса. Что? Даоса? Почему же мне об этом ничего не известно? Неужели в нашей стране есть еще... Мастера искусства Даоса? Да. Смотрите! Смотрите! Не уйдут! Уходят! 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 Теперь-то они ни за что не уйдут. Господин, я сбегаю за подмогой. Подожди. Их немного. Справимся собственными силами. Вы видели, опять исчезли. За мной! Вы раненые! Уходят! Брат, это... Это ты, Гильдон? Не вставай. Скажи мне, и вы тоже за ними охотитесь. Это приказ Его Королевского Величества. Если мы их не поймаем, то наш род пропадет. И род Лима тоже. Они украли из дворца золотой сундук, реликвию королевского рода. Золотой сундук? Досталась и семье Лима. Ты должен знать. Они все унесли из дома. И мало того, самые ужасные увели его дачи. Я понял. Эти заморские дьяволы разоряют нашу страну. Надо всем объединиться. Только сообща, мы сумеем уничтожить их. Верно, Гильдон. Ты должен отомстить за нас. Передай всем выжакам разбойников, чтобы нашли лагерь черных дьяволов. Слушаюсь. Хигде, а ты собери восставших крестьян. Пусть они тоже ищут лагерь черных дьяволов. Я все сделаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Не знаю, откуда они здесь могут появиться? Приказ надо выполнять. Будут прочесывать весь лес. Мы не должны пропустить даже муравья. Да нет, не здесь их надо искать. Это и есть черные дьяволы? Ага. Видишь? Не спеши. С этой стороны никого нет. Там какой-то трактир. Недалеко. Хозяйка. У вас нельзя перекусить. Ой, как я рада. Давно к нам никто не заходил. Сейчас на стол мокрою и водки принесу. Пожалуй, неплохо выпить по чашке. Да. А что, давно вы здесь живете? Нет, совсем недавно переехала. А вчера ночью? Ничего не заметили? Такого необычного? Нет. А вы кого-нибудь ищите? В лесу? Что тут может быть? Угу. Да. Мамаша, вы что и лошадь в хозяйстве держите? Нет, это приблудная какая-то. Интересно. И как давно к вам забрела эта приблудная? Я даже не знаю, что вам ответить на это. Не обращала внимания. Ну что же. Ты заметил? Она себя как-то подозрительно ведет. Угу. И лошадь. Не нравится мне это. Хозяюшка, получи с нас. А что так быстро уходите? Спасибо. У нас неотложные дела. Ха-ха-ха. Это ниндзя, я не ошибся. Все-таки вам удалось меня выследить. Это их лагерь. Все назад. Ай. За подлугой, быстро. Уходи, я садюсь. Как же ты один? Беги, расскажи все Гильдону. Осторожно! Все уничтожены. Нет, не все. Еще двое. Не может этого быть. Я видел. Убейте их. Есть! Так значит, вчера обнаружили один из наших лагерей. А? Да, вожак. Ах, вот как. Кто был там старшим? Я вожак. Никто из них в живых не остался. Ты сам видел? Меня не проведешь. Я вижу, ты забыл наш закон. За предательство кара настигнет даже в аду. Только благодаря этому мы могли продержаться. Тебе придется заплатить своей жизнью. Завтра утром придет судно. Всем быть на чеку. Что? Все уничтожены. Мы обнаружили их лагерь. Но слишком большую цену заплатили за это. Да будь они прокляты. Я должен был умереть вместе с ними. Где их лагерь? Веди нас туда. Вожак, у нас все готово. С таким богатством и в Японию возвращаться не стыдно. Уж на корабле мы в волю погуляем. Все вещи приготовлены. Если так, давайте, девушек. Быстро выходите. О, госпожа. Вот и все. Сириль, он пришел. Господин? Да, он. Какое счастье. Это ты, парень со свирелью? Наконец, я нашел вас. Черные дьяволы. Нет! Занять позицию, господин. Прекройте нас. Копия! Четыре, господин. Да! 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 Смотрите! Смотрите! Да! Смотрите! Смотрите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите! Ха! Хм! 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 Выходите! Только тихо! Давайте, давайте, быстрей, осторожно! Давай, давайте! Ха! Хм! 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 Ах... Хм! Хм! Круто! Встречай! Василий! Господин! Ты достоин награды. Народ будет вечно помнить о твоем подвиге. Что я могу сделать для тебя? Должность или богатство? Говори, чего тебе хочется. Благодарю вас, Ваше Ильичество. Вы так добры. Но здесь не только моя заслуга. Многие простые люди пролили в этом сражении свою кровь. Ваше Величество, очень прошу вас. Прикажите сделать так, чтобы люди могли спокойно жить и трудиться на своей земле. Добра душа твоя, Гильдон. Но что скажете? Кто мне постоянно докладывал, что народ живет спокойно? Из слов Гильдона можно понять обратное. Виноват, Ваше Величество. Если позволите, я хотел бы обратиться к вам с нижайшей просьбой за моего младшего брата. Говори. Дочь советника Лима и мой младший брат очень любят друг друга. Прикажите ей, Государь, чтобы их брак состоялся. Да, не вижу препятствий. Советник Лим. Слушаюсь. Этот брак примирит ваши семьи и сделает счастливыми ваших детей. Ваше Величество, есть одно очень серьезное препятствие. Гильдон, сын бедной наложницы начальника приказа. Если их брак состоится, это приведет к тому, что исчезнет разница между людьми. Смешаются сословия, Ваше Величество. Нет, такой брак нельзя допустить. Правда ли это? Да, это правда. Но вы обещали, что выполните любую просьбу Гильдона. Ваше Величество. Любую. Но только не эту. Это невозможно. Советник Лим прав. Гильдон! Гильдон! Хон Гильдон совершал подвиги во имя Родины. В борьбе с иноземными варварами. Противился миру зла и угнетения. Защищал бедных от жестокости и сумасбродства местных правителей. Взывал к всеобщей справедливости. Но как ни боролся, все равно остались гнеты бесправия. И с обидой люди покидали родные земли. И отправлялись в неведомые края в поисках такого мира, где нет ни богатых, ни бедных. где все живут счастливо и дружно. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok